Сегодня, друзья, мы рассмотрим уникальную магию, которого вы нигде не купите. Нигде её можно только найти. Всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы продолжаем рубрику «Секреты Скайрима». В одно время я пропустил... Я пропустил эту невероятную магию, и сейчас в видео вам покажу, где её можно найти. Но не думайте, не думайте, что вы, бегая на первых десятых уровнях, можете просто-напросто отправиться туда и её получить. Для того, чтобы её получить, вы сначала должны начать гильдию магов. Да, ребят, да. Я думаю, многие уже знают, но вам нужно будет отправиться в коллегию Винтерхолда, вступить в неё и начать проходить квесты. Главные квесты, друзья, главные. И я точно не помню, но в Лабиринтиан ключ от Лабиринтиана вам дадут, по-моему, в самых последних, в самых-самых последних квестах. Так что это будет не скоро. Но тем не менее, ребят, тем не менее. Когда вы попадаете в Лабиринтиан, по квестам гильдии магов, вот он находится здесь, вы его никак не пропустите. Я сейчас пробегусь просто по тем локациям, которые уже зачищал. Тут есть уникальное существо, которое обитает только здесь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я обязательно прикреплю ниже ссылочку к этой серии, к этой древней серии. Я проходил год назад за мага, и это было на первых уровнях, это было на легенде. Ой, как было нелегко, ребят. Это был хардкор. Вот этот вот ключ вы должны будете получить, потому что если вы просто придёте сюда, его тут не будет, и вы никак, никак сюда не попадёте. Давайте зайдём. Тут будет невероятное представление. Тут очень много духов попытаются пройти. У них будет там предательство, но история очень крутая, очень. Как можно видеть, тут очень много скелетов, воинов, которые попытались то ли зайти, то ли выйти отсюда, но просто-напросто здесь и поумирали. Обалденнейшая локация. Обалденнейшая. Блин, я сейчас просто здесь нахожусь и думаю, вау, как давно это было, ребят. Как давно. Когда вы отправляетесь дальше, вы сейчас встретите огромнейший, огромнейший зал, в котором будет уникальное существо. Это существо обитает только здесь. Больше вы его нигде не найдёте. Какое же оно уникальное, скажете так? Ну, думаю, многие. Многие уже вспомнят, что это дракон. Дракон, только скелет дракона. Реально, скелет дракона, он не такой уж и сильный. Я даже на легенде, но всё равно, на легенде, честно говоря, в непрокачественном оружии он может покусать вас. Самую, по-моему, первую коллегию я проходил именно коллегию Винтерхолда. Почему-то, потому что я начинал именно с мага. Не знаю почему, но мне изначально казалось, что на легенде магам будет сложнее всего. Но оказывается, по-моему, ребят, на легенде магам это легче всего. Объясню почему. Потому что вы можете просто дамажить на огромном расстоянии и убегать. Дамажить и убегать. Дамажить и убегать. И всё. Таким образом, ну, очень-очень много раз я убегал, но тем не менее выживал. У меня была только одна локация, очень жуткая, где я думал, реально всё, мне труба. Это какой-то замок был. И в конце там был мах. Мах, который охранял книги. Это, по-моему, также по коллегии Винтерхол. И ты в этот замок проходишь. Я помню, я не знаю, я, наверное, серии 3 его просто проходил. Там просто одна локация, которую нужно было пройти. Но это было так тяжело для меня, что я просто вау, там были маги, сопротивление к магии и разные щиты. Мне было очень трудно проходить их. И в конце там был босс. С ней можно было поговорить, но если бы я там сделал кое-какие действия. Но я с ней поговорил, и красная речь у меня была не прокачана и не сработала. То есть мне можно было просто поговорить и договориться. Но нет, с ней пришлось драться. Чтобы понимать, сохранений у меня нет. Все. Вот двери закрываются, и всё, я с этой локации не могу выйти. Передо мной очень мощный маг, и я вот это вот, я не знаю, там попыток 10, 15, я там с последних сил все зелья, всю магию. Это было просто невероятное ощущение. Невероятное, друзья. Так, ну что ж, когда вы сюда придёте, здесь будет, по-моему, руна. Руна холода. Видите, немножечко холодом прям веет. И двери закрыты. Вы бьёте сюда холодом, и двери открываются, и выходит, по-моему, ледяной воин, которого приходится убивать и довольно долго. Также тут будут, ребята, военачальники на самых первых уровнях. Моя проблема была в том, что я сразу рванул вниз. Вниз, это вы дальше проходите по главному квесту. Но, ребят, но нужно было просто-напросто мне пойти вот сюда. Вот сюда. Здесь такая вот пещерка. Казалось бы, такая, вы знаете, неприметная, или... Ой, смотрите-ка, древний нордский шлем. Наверное, его владелец. Видняга. И пройти вот сюда. Здесь же мы встречаем запечатанную дверь, ребят. Как видите, тут руна... Не, руна молнии и она закрыта. Я тут не был. Я просто пробежал вниз, я просто побыстрее хотел пройти до локации. Не знаю, почему я сюда не пошел. Может, мне показалось, что это просто какой-то обходной путь, но я сюда, блин, не зашел. И таким образом не взял, не взял эту уникальную магию. Так. Не-не-не, ты мне не нужен. Давайте возьмем сейчас магию разрушения и нам нужно просто гроза с молниями. Это, конечно, слишком мощно. Можно просто любую... любую магию, чтобы его взорвать. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Я хочу взять именно оружие меч Харкона, которое я недавно прошел, недавно получил. Который забирает и жизни, и выносливость. И мы можем наносить сильные удары очень-очень много раз. Вы посмотрите, просто вся выносливость возвращается обратно. Это сумасшедшее оружие, которое выпадает с лорда Харкона по дополнению Дангард и игра, как видите, на Легенде. И, по-моему, вещью у меня даже не... Сейчас оружие. Давайте посмотрим, сколько мне наносит он. 21 урон. Ну, блин, нифига себе он его дамажит. Это беспокойный Драург. Он слабенький, так что с ним особых трудностей не будет. Точнее, военный начальник, но мы можем еще его улучшить до бесконечности. Кто не знает, как я улучшаю видео, есть ссылочка под этим видео. Да, смотрите. Там я голенький. Ну, мой персонаж сразу со старта. Ну и что, ребят? Мы сюда заходим и что же мы видим? Здесь какая-то комнатушка. В принципе, ничего такого. Ооо! Сразу видно, как умер этот парень. Его долбанули древним норвским боевым топором по голове, что его голова просто отпала. Ой, как я люблю все эти мелочи в Скайриме. Обожаю их просто. Кстати, это был алхимий, потому что у него мы можем видеть различные ингредиенты. И самый стандартный набор. Алхимика. Также здесь мы находим уровневый сундучок. И различные вещи. Но самое ценное это том заклинаний. Равновесие, ребят! Равновесие. Вы нигде не сможете купить эту магию. На каком бы уровне вы не были, ее можно только найти. Только здесь. Только при определенных условиях, если вы проходите коллегию маговка, коллегию Винтерхолда. Это вообще... Эти... Ну, ладненько, давайте я вам буду более подробно рассказывать, что она умеет. Берем ее. И есть еще бессмертная кровь. Это про меня. Ну, я имею ввиду про вампира. Также мы здесь можем находить... Находить еще кое-какие ингредиенты. И, между прочим, неплохие. И кое-что себе сварить. Ну что, ребят, давайте рассмотрим более подробно. Стойте, дайте возьму этот. Так, заходим в книги и находим ее. Равновесие. Преобразование 20% в 25 единиц здоровья в магию каждую секунду. Этот эффект может быть убить заклинатель. Так что, будьте осторожны. Вы представляете, просто какой-то невероятный бонус. Особенно, если вы играете за мага. Особенно, если вы даже не качали магию, а качали, например, здоровье. Потому что, чем больше у вас здоровья, чем больше вы здоровья можете перекастовать в ману. Да, то есть, вы играете магом, у вас заканчивается заканчивается магия, и вам нужно просто нанести еще несколько ударов, но нужно, нужно где-то ее взять. А реген очень слабенький, потому что в бою всегда очень слабенький реген. Всегда он сразу уменьшается, и даже если бы у вас был он невероятно там, какой огромный. Вы начинаете просто пересасывать здоровье в ману, но будьте осторожны, потому что здесь много перекачаете, это может быть фатально. Равновесие. Равновесие. Давайте его поставим. Так, это что у нас, иллюзия? Не-не-не, это изменение. Да, вот. Кстати, это новичок. Цена 0 в секунду. Вот так вот. И таким образом, смотрите, ребят. Вау! Так как у меня так мало здоровья, вау, вы представляете, какие преимущества я сохранюсь? Опа! вы можете качать себе восстановление даже, просто бегая по локациям. Вау! Так как я никогда не качал себе особо здоровье, и по параметрам у меня здоровье 306, магии 680, 792, и запасил 390. Можно понять, что я, да, я маг. Здоровье просто улетает. Единственное, я не проверял, качает ли это восстановление, ребят. Давайте посмотрим. Ну, у меня восстановление уже довольно прокачено, у меня восстановление 91, и эффект, наверное, не будет заметен, потому что восстановление так долго качается. Очень долго восстановление качается. Невероятно долго качается. Если у меня некоторые уже на легенде, перки, это легенда, это вы просто докачиваете до 100, сбрасываете, и у вас появляется вот такой вот значок, и вы можете их сбрасывать несколько раз. Если вы сбрасываете несколько раз, у вас получается, Вот видите, значочек дракончика и двоечка. Взлом. У меня вообще хочется прокачать всё. И всё, чтобы все навыки были легендарные. Легендарные навыки позволяют вас вообще алхимия на 4 прокачивать дальше уровни. То есть, как видите, уровень 107. Если у вас стандартный Скорим, то вы можете, по-моему, прокачать до 82-го или 86-го уровня. Но если вы их сбрасываете, то вы усложняете себе жизнь. Конечно, крипы уже сильные, но нам нужно заново качаться. Ну, есть, конечно, порог крипов, по-моему, до 50-го уровня или 60-го. Так что они сильнее не становятся. А вы по чуть-чуть становитесь сильнее и по чуть-чуть каждый уровень. У вас добавляется магия, у вас добавляется здоровье или запас сил. Ну, то, что вы уже выберете, ребят. Ну, давайте-ка я посмотрю. Господи, это же ещё один способ. Я только что просто подумал, это ещё один крутой способ качать восстановление. Работает это или нет, если что, напишите в комментариях. Но вот смотрите, на буковке А идет посередине. Давайте проверим, проведём сейчас наглядный эксперимент. Выкачиваю жизни. Конечно, если бы было бы мне жизни побольше, а восстановление качается в основном, если у нас нет жизни. То есть, если оно восстанавливает жизни только тогда. То есть, если у нас полностью скала жизни заполнена, то это не качается. Ну, давайте кастанём раз 10. Вау! Это ещё один крутой способ просто-напросто бегать, так вот балансировать и качать себе жизни. Качать себе восстановление, а не жизни. Так, не стрёмно. Оно так быстро уходит. А если будет жизни 100? Там вообще, ой-ой-ой, берегись. Ой-ой-ой, берегись. Когда там в самых своих первых прохождении с Каримой, я нашёл эту магию, но я толком не понял. Когда я начал юзать, я что-то умирал. Я такой думаю, стоять! Ну, давайте сделаем ещё раз и точно будем знать, качается ли восстановление. Ну, по идее, должно качаться. Конечно качается, ребят! Конечно качается! И, между прочим, нифига себе как! Оно стояло на А, и, можно сказать, одну треть оно заполнено после 10 раз. Это при том, что сейчас 91 уровень. А если вы будете первые уровни, то это будет качаться вообще ещё более эффективно. Вау! Вау! То есть, так вы можете ещё восстановление себе качать. Одно из самых сложно прокачиваемых навыков, ребят! Но бойтесь! Потому что можно и умереть! Да-да-да-да-да! Надо сохраняться почаще! Вау! Так что, вот так вот, ребят! Ладненько! Конечно, этот секрет, я думаю, знают многие. Ну, может быть, кто-то не знал, или просто за то, что я им напомнил, поставит мне лайк! Всем огромное спасибо, друзья, что смотрите! Хочу извиниться за то, что... Не упускаю сейчас летсплея, ребят! Ну, сейчас есть больше возможности записать коротенькие видео! Так что, извиняйте! И проходите на мои стримы каждое воскресенье в 6 часов! Ну, а там, если что, поставьте колокольчик! Всё, друзья! Это был канал Мистер Кэт! Меня зовут Сагиро! И вам всем счастья и добра! Играйте в эту легендарную игру! Пока, друзья! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok!